В имя Отца и Сына и Святаго Духа И речь идет о перенесении мощей святителя Николая с территории Византии на запад, в город Бари, в Италию. Были похищены мощи святителя Николая, похищены и вывезены в Бари. А почему же мы прославляем тогда этот день? Причем прославляем только мы, русские православные люди. Потому что такого праздника нету в календаре греческих церквей православных. Я думаю, не случайно. Потому что, во-первых, через это перемещение мощей святителя Николая они оказались спасены от множества других страшных политических перетурбаций, от разорения, которое принесло этим землям истолкновение с исламским миром. И вообще трудно представить, что могло бы произойти с этой святыней, если бы, несомненно, по воле Божией, они не были перемещены из востока в город Барский. И мы с полным сознанием того, что это событие спасло для нас, для всей Вселенской Церкви мощи святителя Николая, прославляем его святое имя, особенно в этот почитаемый нами день. Святитель Николай настолько почитаем на Руси, что вообще, как в старые времена, так нередко и сегодня, если зайти в дом православного человека, там непременно в красном углу спаситель Божия Матерь и святитель Николай, как первый среди почитаемых в нашей земле святых. Почему вообще почитаются святые? Ответ на этот вопрос лежит не только в том, что мы очень близко к сердцу воспринимаем предание, традицию, передачу ценностной информации из поколения в поколение, особенно той, которая относится к духовной жизни. Не только в этом, но еще и в том, что святые угодники Божии это те, кто открывает для нас самое загадочное и самое скрытое судьбу человека после его смерти. Святые угодники являются через чудеса, через свои святые изображения нам, чтобы еще и еще рассказать, мы не умерли, мы живы. И не просто живы, но мы находимся там, где совсем рядом Бог. И мы можем вам, людям земли, живущим вот в этих каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как вам не поможет никто, ни родственник, ни знакомый, ни друг, не тот, кто имеет власть и силу на этой земле. Потому что мы рядом с Господом, мы о вас молимся, Творцу неба и земли. И именно поэтому мы почитаем имена святых угодников, что в райских обителях они не перестают быть нашими, братьями и сестрами по вере, которым небезразлична наша земная жизнь. И поэтому они нам и помогают. И помогают своим ходатайством пред лицом Божиим. Когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы ведь просим их нас помочь. Святые угодники Божии, конечно, являются ходатаями пред Богом. Но вот и еще есть это что-то очень важное в их служении. Они нам свидетельствуют о Божьем Царстве. О том, что человеческая жизнь не заканчивается гибелью физического организма. Что человеческая жизнь, источником которого является божественное творческое начало, бессмертно. И что мы, подобно и им, будем в ином мире. И они нам свидетельствуют о том, что они живы. Они из этого иного мира простирают нам свою любовь и отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников, нам есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царстве Небесном, в котором пребывают те, кто получил прощение грехов и сподобился в это царство войти. И святитель-чудотворец Николай многими своими чудесами является для нас свидетелем вечной жизни и свидетелем реальности Божественного Царства, которое открывается людям после завершения их земной жизни. Святые угодники Божие это как окошечко в эту будущую жизнь. И, вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы, несмотря на наши слабости, заблуждения и предрассудки, дурные привычки, которые часто терзают человека и мешают ему в жизни, чтобы Господь открыл нам двери того Царства, в котором сегодня пребывает святитель-чудотворец Николай, который из того Небесного Царства простирает к нам свою любовь и свою чудотворную силу. На всем этом и основывается наша непоколебимая вера в представительство святых угодников Божьих и прославление их святых имен, как прославляем мы сегодня имя святителя и чудотворца Николая. Аминь. С праздником поздравляю вас!